Привет, друзья, на связи МК. В последних выпусках мы только и делали, что обсуждали новые процессоры, видеокарты, технологии, но сегодня я хочу отправить вас туда, где все эти процессоры, сокеты и видеокарты только зарождались. Посмотрим, что изменилось за эти несколько десятилетий. 30 лет — это не так уж и много, поверьте мне, мне слегка больше, а я еще бодрячком. На связи МК, меня зовут Михаил Крошин. Это историко-ностальгический выпуск о компьютерных комплектующих прошлого. Напоминаю, о железе, технологиях и новостях настоящего вы читаете в нашем телеграм-канале и группе ВКонтакте. Ссылки в описании и над комментариями дедов, которые сейчас вспоминают, как ставили на ночь загрузку песни и рубились по локалке в первую ЦИУ на своих 486-х. Поехали. Не успели купить электронику на распродаже 11.11? Скидки еще не закончились, впереди нас ждет черная пятница. И оказывается, маркетплейсы с товарами из других стран могут быть с приятным и понятным интерфейсом. Например, Joom с отличными ценами и бесплатной доставкой. Например, когда-то я заказал себе вот такой усилитель Wi-Fi сигнала от Xiaomi, он расширяет зону покрытия домашнего интернета. И на Joom, даже без учета промокода, он дешевле, чем там, откуда заказывал я. И главный плюс, там можно заказывать не только из Китая, есть товары из Кореи, Турции, Таиланда, Индии и Европы. Айфоны, Самсунги и Google Pixel с доставкой из Германии, оригинальные часы Casio и Orient. Все есть на Joom и все это можно урвать еще дешевле в распродажу в честь Черной пятницы с 24 по 27 ноября. А 28 ноября в киберпонедельник скидки на технику будут еще больше. И никаких скрытых цен. Итоговую стоимость вы сразу видите на главной странице. После просмотра загляните в описание, там будет ссылочка на подборку интересных товаров и промокод мойкомпьютер на скидку до 11%, который суммируется с ценами по распродаже. Заходите на Joom, сравнивайте цены и покупайте дешевле на самой долгожданной пятнице года. Начнем с разъема для процессора. Самое сложное здесь провести красную черту. Формально самым-самым первым сокетом можно назвать DIP. Или по-русски двухрядный корпус. Два ряда отверстий прямо в плате, куда втыкался процессор. И в случае с x86 решениями впервые использовался еще в 70-х годах с такими легендарными процессорами, как Intel 8086 и 8088. Но это что-то совсем древнее и вообще не похоже на современный сокет. Пропускаем. Начало 80-х, двух рядов уже не хватает, появляется PLCC или пластиковый держатель чипа. Теперь контакты были со всех четырех сторон, но все еще на современные сокеты они походят лишь отдаленно. Какое же крепление процессора на плате можно назвать первым сокетом? PGA 169. Да, существовал PGA 168, который неформально называется сокет 0. Он поддерживал ранее Intel 486 и был достаточно быстро заменен уже официальным сокет 1, который прибавил ровно одну контактную ножку. Видимо, что-то забыли. Да, идея быстрой смены сокета у Intel это по канону. Так что именно сокет 1 логично считать первым сокетом и по современным меркам он поддерживался довольно долго, аж пять лет. С 1989 по 1994 год. На нем работало множество различных процессоров, вплоть до топовых Intel 486 DX4, а также клонов от AMD и Cyrix. Это была паразитическая гармония. У процессоров Intel и AMD были общие платы, и красные по сути занимались копированием процессоров синих. К слову, и внешней большой разницы сокет 1 и с тем же AM4 почти нет. Конечно, выросло число контактов, но основная идея крепления за 30 лет не поменялась. И да, тогда процессоры Intel не были бракованными и тоже имели ножки. Платы с таким разъемом для процессора выглядели абсолютно не так, как мы привыкли. Это такой большой андурино на максималках. Более-менее привычный нам сейчас вид с процессором в центре, слотами ОЗУ и модулями расширения снизу, стали получать лишь на сокет 370 в конце 90-х, когда ПК стали достаточно массовыми, и на рынке уже присутствовали крупные игроки, такие как Asus, вынуждены договариваться о стандартизации. Производители более ранних плат размещали процессоры ОЗУ, так как было им удобно с точки зрения компоновки и производства. В платах с сокет 1 из начала 90-х вы не найдете привычной 24-пиновой колодки питания, того коннектора, который легко подключить, но очень сложно потом выдрать. Он появился лишь в 95-м году с принятием стандарта ATX и то в формате 20-пин. И это важная точка отсечения. К платам из 95-го года современные блоки питания подключить можно, а к более старым, без танцев с бубном, уже нет. Также на плате не было разъема для подключения питания процессора. 486-е потребляли десяток ватт, поэтому и не требовали дополнительной запитки. А вместо привычной нам батарейки BIOS стоял небольшой бочонок. От долгого неиспользования такие никель-кадмиевые батарейки могли подтекать, что только усложняло задачу восстановления работоспособности плат. Также у плат тогда было очень мало выходов. Нередко один-единственный AT-порт для подключения клавиатуры. Мышь тогда была необязательным атрибутом. Никаких вам USB и даже LPT-ском. Тогда использовался несколько другой подход. Вот минимум всего на плате, зато максимум слотов для подключения. Это позволяло здорово сэкономить, так как нередко хорошая звуковая карта стоила как весь ПК. А вместо PCI-Express тогда использовалась его бабуля-шина ISA, которая в максимуме выдавала умопомрачительные 4 МБ в секунду. И вот именно в слоты ISA можно было пихать все, что душе угодно. Звуковые карты, сетевухи, дисководы для дискет и, конечно же, видеокарты. По этой причине ISA слотов на материнке было очень много. Нередко по 6-7 штук, чтобы была возможность разместить всю необходимую периферию. Да, сейчас таким количеством PCI-Express может похвастаться разве что серверная мать или майнерский никому не нужный Франкенштейн. Платы с тех пор изменились сильно. А что насчет процессоров? Тут уж как посмотреть. Если снизу, то 486 Intel слабо отличается даже от современных Ryzen. Ну, разве что ножек стало на порядок больше. А вот сверху поменялись значительно. Все современные процессоры имеют медные крышки. А вот решения из 90-х обычно были керамическими. Причина тут лежит на поверхности. Это сейчас процессоры требуют серьезного охлаждения. Так даже нередко хватало обычного радиатора. Собственно, именно поэтому на платах и не было отверстий для крепления кулеров. Они, если использовались, то были максимально простыми и легкими. И поэтому приклеивались прямо на керамику. Разумеется, нет смысла говорить про архитектурные различия топовых Intel 486 DX4 и текущих Elder Lake. Это можно сделать для отдельного ролика. Из интересного стоит отметить, что тогда кэш второго уровня находился на самой плате. А максимальная частота процессоров 486 серии не превышала сотню МГц. Зато у них уже был встроенный математический сопроцессор. Он же FPU. Предшественники в лице 386-х были без него. Также можно прикинуть рост производительности за 30 лет. Например, 486 DX2 на 50 МГц имел производительность около 0,05 ГФлопс. А народный Ryzen 5 3600 набирает около 500 ГФлопс. То есть он в 10 тысяч раз быстрее. А вот что не сильно изменилось внешне за 30 лет, так это модули ОЗУ. По сути, разве что сами модули стали больше, чтобы вместить больше контактов и банок памяти. Конечно, внутреннее устройство серьезно отличалось от привычного нам стандарта DDR-SD RAM, который появился лишь в 1998 году. Если же откатиться еще лет на 6-7 назад, во времена Socket 1, то самым прогрессивным стандартным памяти на тот момент был 30-pin SIMM-FPM, что переводится как модуль памяти с однорядным расположением выводов, поддерживающий быстрый страничный режим. До 200 Мбит в секунду на частоте 25 МГц. Вероятно, скорость вашего интернета чуть-чуть повыше. Емкость тоже не удивляет. 1, 2, реже 4 Мб на модуль. А вот количество слотов под ОЗУ внушает уважение. Нередко на плате их было по 8 штук. Сейчас таким количеством могут похвастаться в лучшем случае серверные или хай-энд платы. В итоге с 8 модулями по 4 Мб можно получить до 32 Мб, и на начало 90-х это нереальный объем. Даже Windows 98, вышедшая спустя 10 лет после первого 486-го, требовала лишь 16 Мб памяти, и худо-бедно работала на 8. Из интересных фактов про FPM ОЗУ можно добавить, что тогда не было защиты от дурака. Собственно, это было скорее общая фича ПК тех лет. Продумывать крепления с единственным способом установки стали лишь в формате ATX, а за несколько лет до него нужно было внимательно следить, как и что подключать. Современные модули DDR памяти имеют разделитель, который не даст поставить планку другой стороной. Модули же FPM его не имели, так что можно было легко ошибиться и перепутать. Многие внимательные зрители уже заметили, что у плат начала 90-х не было видеовыхода. Встроенное видеоядро появилось лишь в 2000-х, тогда дискретная видеокарта была обязательна. Без нее не полюбоваться на цветную Windows 3, и да, никакого ускорения 3D. Карты тех лет умели работать только с 2D. Никакого 32-битного цвета, даже 256 цветов было счастьем, которое нередко требовало снижения разрешения до 320 на 200. Королем по разрешению было VGA, или 800 на 600, нередко всего при 16 цветах. Современные мониторы к таким картам подключить едва ли получится, скорее всего вы увидите картинку типа вне диапазона, так что если вы планируете собрать себе ПК тех лет, запаситесь ALT пушкой. А как же Wolfenstein 3D из 92-го года? В те далекие времена был собственный рендеринг, то есть картинку полностью обрабатывал процессор. Разумеется, осилить высокие разрешения он не мог, но тогда это мало кого смущало. У видеокарты была единственная цель – вывести картинку на монитор. Какой была RTX 4090 в начале 90-х? Например, S3 911 могла выводить целых 256 цветов и имела до 1 мегабайта памяти. К слову, тогда была фишка, которая пригодилась бы сейчас пользователям многих видеокарт. Видеопамять можно было самостоятельно увеличить без всякого паяльника. На карте для этого были слоты. Окей, картинку из вульфа мы вывели, но хочется же еще и звук, а его нет. Самым простым вариантом было подключение PC-спикер. Да, издаваемые им звуки сложно назвать музыкой, но это в любом случае было лучше, чем ничего. А вот для зажиточных ПК-бояр тех лет существовали ISA-аудиокарты, например, популярные решения Sound Blaster, первая версия которого вышла еще в далеком 89-м году. Такая карта могла выдавать монозвук с частотой дискретизации в 22 кГц, что вдвое меньше минимально принятых сейчас 44.1 кГц. К слову, даже по сегодняшним меркам это не так плохо. Качество выдаваемой такой картой звука сравнимо с FM-радио, которое до сих пор массово слушают многие водители. Ну а уж в 89-м оно вызывало истинный восторг у меломанов, ведь до начала эры MP3 оставалось еще целых 5 лет. Еще одним интересным и ожидаемым нюансом аудиокарт тех лет было отсутствие стандартизации. То есть разработчикам тех же игр приходилось оптимизировать их под каждую конкретную карточку. Разумеется, брались лишь самые популярные решения. Именно тогда началась эпоха так называемых Sound Blaster совместимых карт, которые были дешевле оригиналов, но при этом также позволяли насладиться звуком в большинстве проектов. И сейчас сложно представить свою жизнь без интернета. Компьютер без интернета уже вообще какой-то неполноценный. Но 30 лет назад все было иначе. Самый первый HTTP сайт, который работает до сих пор, появился лишь в 91-м. Тогда же появился первый браузер Mosaic. Но в целом выход в сеть тогда был вообще необязательным. И тот же Internet Explorer появился лишь в 95-м. Однако это не значит, что сетевыми технологиями никто не пользовался. И до интернета существовало множество компьютерных сетей, так называемых BBS, или по-русски бордов. Самый известный из которых был FidoNet, который, кстати, тоже работает до сих пор. И к нему можно подключиться через обычный эмулятор терминала. Обычно в таких сетях узлами были сами ПК-пользователи, на которых хранилась общедоступная информация. Ну и, разумеется, чтобы обеспечить подключение к таким сетям, нужна была сетевая карта. Популярными решениями были Novell NE1000 и NE2000. И думаю, по их внешнему виду вы уже поняли, что у них не было привычного нам RG45 порта. Вместо него использовался так называемый тонкий Ethernet 10 Base 2 с максимальными скоростями в 10 Мбит в секунду. Сетевые карты с привычным нам разъемом появились лишь к середине 90-х уже во времена Pentium и обычно поддерживали уже до 100 Мбит в секунду. Внушительную скорость и по современным меркам. Хотя, конечно, если мы говорим о выходе в интернет в те времена, реальная скорость через Dial-Up не превышала пары десятков килобит в секунду. Ставь лайк, если занимал телефон и помнишь этот писк. Хорошо, на чем хранить информацию? SSD? Не смейтесь. Тошиба выпустила на рынок привычную нам флеш-память NAND еще в 1987 году, за пару лет до выхода Intel 486. Только вот стоила она дороже всего компьютера. И, например, microSD-карты появились лишь в середине нулевых, а SSD, ну, общедоступные, ближе к концу 2000-х. Поэтому, если мы говорим про реальные способы хранения информации в начале 90-х, то речь идет о жестких дисках и дискетах. Тогда уже существовала шина ADI. Поэтому, если вы где-то нашли жесткий диск тех лет, подключить его даже к современному ПК через переходник-конвертер большого труда не составит. Да и размеры они имели вполне стандартные, обычно это 3,5 дюйма. Хотя смысла в этом ноль. Емкость в 50-100 мегабайт и скорости в несколько сотен килобайт в секунду вас вряд ли устроят. Зато ностальгического шума от старых HDD при активной работе может быть больше, чем от современного ПК. Окей, а как информацию переносили между ПК? Мы носили друг другу иконки сохранения. От 5,25 дюймовых решений тогда уже отказались. Обычно в ПК ставили 1-2 дисковода для 3,5 дюймовых дискет. Емкостью аж в 1,44 мегабайта или, что реже, 2,88 мегабайт. Безумный объем по тем временам. Например, есть специальная сборка Windows 3, которая умещается на одну такую дискету. К слову, дискеты используются сейчас для работы со старыми промышленными ПК. Хотя есть еще и другое применение. Например, на дисководах можно играть музыку. Возможно, кто-то вспомнит про CD-приводы. Они уже были в 90-м году под стандарт CD-ROM, который умел работать на чтение с компакт-дисками на 700 мегабайт. Но стоили такие диски и дисководы просто безумных денег. Тысячу баксов. А нужды в таком объеме не было. Лишь ближе ко второй половине 90-х, когда появилось Windows 95, более качественные трехмерные игры, MP3 и новые стандарты видео, CD-диски стали массово использоваться. И в итоге вытеснили дискеты. В суровые 90-е ПК был более утилитарной вещью. И большинство корпусов выглядело как тяжелые бежевые гробы. На стали тогда не экономили никакой фольги, как у современных недорогих решений. А с учетом того, что никаких вертушек тогда не было, выглядели они достаточно монолитными. На передней панели только самое нужное. Кнопка включения, перезагрузки с индикацией. Иногда кнопка турбо, которая нужна была вовсе не для разгона процессора. Турбо, наоборот, снижало его тактовую частоту. Дело в том, что многие программы того времени были оптимизированы под конкретную частоту процессора, и слишком быстрая частота ускоряла вашу программу и игры. А небольшой дисплейчик показывал эту самую частоту. Часто на корпусе присутствовал и замок, чтобы никто не мог включить вашу машину. Ну и, конечно же, дисководы под дискеты. А если заглянуть внутрь, нас встретит блок питания не снизу, как у многих, я надеюсь, сейчас, а сверху. Интересной особенностью блоков питания тех лет было основное напряжение. Сейчас оно 12 вольт, и блок питания по-хорошему должен выдавать все написанные на нем ваты именно по этой линии. Однако стандарт AT питался на 5 вольт. У современных блоков питания, разумеется, эта линия тоже есть, но используется куда меньше. Поэтому нужно быть аккуратным при подключении новенького блока питания к ретро ПК. За эти 30 лет компьютеры изменились и продолжают меняться. Видеокарты становятся все толще и толще. Медленно и не совсем удачно переходят на новый 12-ти вольтовый разъем, который позволяет поджигать, передавать до 600 ватт. Появившийся в 96-м году USB убил и LPT, и комы, и дисководы. С момента появления первого сокета и до современности во всех компонентах ПК прослеживается важная тенденция. Сборка стала куда более юзер-френдли. Материнские платы схематично выглядят схожи, имеют одинаковые ATX форматы, как и корпуса. Модули ОЗУ и слоты PCI имеют защиту от неправильной установки. Это же касается и всех питаний. Они имеют различающиеся края пинов, так что подключить 8-пин CPU, 8-пин GPU выйдет только если вы очень сильный человек. И глядя на все это, невольно задаешься вопросом, раз ПК прошли такой большой путь, что будет еще через 30 лет? Как будут выглядеть системные блоки середины нашего столетия? Будут ли они огромными и горячими из-за упора в физический предел кремния? Или же все перейдет куда-то в облака? А может вообще привычные ПК исчезнут и вместо них будут квантовые? Следим за этим вместе с вами в нашем телеграм-канале и группе ВКонтакте. Надеюсь, эта ретроспектива была вам интересна. У меня села батарейка на фотоаппарате. Меня зовут Михаил Крошин. Сеанс связи окончен. Еще увидимся. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok